Третий сезон пацанов не за горами. Несмотря на то, что премьера финального эпизода состоялась не так давно, работа над новыми сериями кипит вовсю. Пацаны стали ядерной бомбой, и Amazon использует все средства и связи для того, чтобы не затягивать с премьерой. Сценарий третьего сезона практически завершен, а это значит, что в сеть уже постепенно просачиваются официальные подробности продолжения супергеройского сериала. Погибнет ли в третьем сезоне Хоумлендер? Что станет с подводным? И возвращение какого супергероя станет вишенкой на торте в новых сериях? Здесь и сейчас мы ответим на эти и многие другие вопросы, а также поделимся свежими новостями о спин-оффе сериала. А какой сезон пацанов вам понравился больше? Обязательно расскажите об этом в комментариях, ну а мы полетели! Экранизация одноименного комикса крайне сильно отличается от оригинала. Оба сезона сериала строго крутятся вокруг семерки, чего на самом деле было не так много в комиксах. Но одна из важнейших оригинальных тем так и не поднималась в сериале – потенциал сыворотки Ви. Мы уже не раз упоминали об этом в роликах, но в комиксах Воут частенько прибегали к воскрешению суперов благодаря инновационному использованию препарата Ви. И в финале второго сезона нам дали намек на возможное каноничное развитие сюжета. Помните фонарщика? В сериале нам показали абсолютно другую версию персонажа, которому хотелось сопереживать и было очень грустно, когда парень решил покончить с собой. В оригинале его история была далеко не такой счастливой, и персонаж стал одним из тех, на ком испытали чудодейственное воскрешение от препарата Ви. И сериал дал намек на повторение истории. В финальной сцене сериала сразу несколько телевизоров в предвыборном штабе Виктории Ньюман показывают репортаж о неутихающем пожаре на некоем складе. И вполне возможно, что это могла быть лаборатория Воут, где хранили тело фонарщика и экспериментировали над ним. Такое развитие сюжета было бы очень кстати, позволив и вернуть полюбившегося многим героя, и отдать дань оригинальной предыстории супера. Да и лишняя серия нам не помешает. Вопрос о том, что посмотреть, начинает стоять остро. Осень, время уюта. На улице уже не так тепло, и все чаще хочется остаться дома и смотреть сериальчик под пледом. Отлично, что современные технологии позволяют это сделать и продолжать работать удаленно. Ну а чтобы в изоляции не было скучно в свободное время, всегда можно посмотреть новинки кино и сериалов. Но где их найти? Хм, самое время обратиться к проверенной классике. Слышали о подписке Яндекс Плюс на сервисы Яндекса? Она включает в себя доступ сразу к двум крутейшим сервисам Яндекс Музыки и Кинопоиск HD. В онлайн кинотеатре вы сможете найти более 7 тысяч крутейших фильмов и сериалов в отличном качестве и без назойливой рекламы. От современной классики типа джентльменов до свежего и безумного Рика и Морти в озвучке Саиндука, который является эксклюзивом Кинопоиска HD. Также на портале есть больше сотни классных документальных фильмов, ну и конечно же, на основе ваших просмотров Кинопоиск HD предложит вам целый вагон фильмов и сериалов, что могут вам понравиться. А на Яндекс Музыке вы сможете без рекламы и в высоком качестве слушать тысячи песен и подкастов. Причем это можно делать даже офлайн, предварительно скачав желаемые треки. Найти их легко благодаря прекрасным персональным рекомендациям сервиса. Яндекс Музыка и Кинопоиск HD станут полностью доступными вам за скромные 199 рублей в месяц. А по нашему специальному промокоду каждый новый пользователь из РФ может получить аж 90 дней бесплатной подписки на Яндекс Плюс. Поэтому не теряйте времени и спешите воспользоваться уникальным предложением. Также весьма непонятна дальнейшая судьба подводного, которого второй сезон использовал как третисортного персонажа в сериях. После череды суровых жизненных пинков парень уже продолжительное время находится на дне. Он абсолютно не нужен семерке, тем более после возвращения поезда А. Да и церковь коллектива отвергла его в связи с токсичным поведением супера. Однако в финале серии Виктория Ньюман убивает главу церкви, а значит место ее руководителя становится вакантным. Пока что не ясно, какую роль организация играет в сериале, но важно то, что с ее главой встречался сам мистер Эдгар. А это говорит о каком-никаком влиянии церкви коллектива. Но теперь ей некому управлять, и на помощь организации может прийти подводный. Решение об его изгнании могло быть принято исключительно в стенах кабинета, а единственный свидетель, знающий об этом позже, лишился головы. Так обиженный на всех подводный может спокойно вернуться в обитель церкви и возглавить ее, после чего он начнет вставлять палки в колеса Волт. Ситуация со Штормфронт показала, что даже скромные ресурсы церкви смогут серьезно навредить главной корпорации суперов. А вот за кого не стоит беспокоиться, так это за судьбу невероятного патриота. Энтони Старр – настоящий бриллиант сериала. И только глупец может считать, что парня просто так сольют эдак в третьем сезоне. Хоумлендер и в комиксах был главной звездой истории, однако то, что Старр сотворил с персонажем на экране – это эталон актерской игры. Финал второго сезона состоялся более недели назад, а в сети до сих пор не утихает волна мемов про безумного патриота. Поэтому, несомненно, герой доживет до конца сериала, или по крайней мере до финального сезона. Только на харизме Энтони Стара сериал имеет 40% зрителей, однако в связи с такой огромной популярностью сюжет вынужден каким-то образом выйти из замкнутого круга противостояния пацанов из семерки. Для комиксов это было абсолютной нормой, так как там главные герои крайне редко сталкивались с ключевыми звездами Воут, а все чаще занимались устранением команд поменьше. И именно этой части истории может быть посвящен третий сезон. В принципе, к такому развитию сюжета нас подводит и сам сериал. Отряд пацанов сформировался полностью, теперь они самые известные и опытные борцы с суперами на всей планете. В то же время финальный эпизод намекнул нам на то, что в будущем парней в плащах станет гораздо больше. Из-за угрозы распространения терроризма сыворотку Ви уже были готовы продать армии США. Да, ситуация с грозой слегка подпортила планы Воут, однако массовая вакцинация остается лишь вопросом времени. В мире как минимум есть два супертеррориста с весьма впечатляющими способностями. Виктория Ньюман оказалась скрытым злодеем, и мы наверняка еще не раз увидим ее силы в действии. Но помимо этого есть еще и Синди, девушка из больницы, которая так и не появилась в последних сериях сериала. И любая выходка супертеррориста гарантированно поспособствует продвижению продаж препарата Ви армиям и заинтересованным лицам. Так количество суперов возрастет в разы, и естественно, не все из них будут хорошими. В серии комиксов пятилетка герои отправились на полномасштабную миссию в Россию, где их главным союзником выступил Василий Воришкин по кличке Большая сосиска любви. Возможно, вы даже помните этого супера, так как именно он провел нестандартный удушающий на ММ психиатрической больницы. Тогда супера вырубили, и более в сериале он не появлялся. Конечно, такое неканоничное камео вызвало бурю негодования в сети, так как Большая сосиска любви всегда был один из любимых персонажей комиксов и не заслуживал такого тупого слива. Собственно, объяснений не пришлось ждать долго, и буквально на днях шоураннер сериала Эрик Крипке подтвердил, что Василий Воришкин вернется в третьем сезоне. Режиссер подчеркнул, что из-за абсурдности способности героя его постоянное появление на экране невозможно. Но в том, что мы точно еще не раз увидим его в будущем, нет сомнений. Поэтому, если сосиска любви возвращается в сериал, сюжет пятилетки может быть вполне экранизирован. Так, в комиксах на территории России, где также полным-полно суперов, царит атмосфера строгого доброго коммунизма. И не стоит сразу недолюбливать сюжет из-за столь стереотипного показа нашей страны. Как вы можете помнить, пацаны, это история, полная иронии над комиксами и над кучей реальных событий или личностей. Так вот, по сюжету пятилетки, отряд главных героев вместе с большой сосиской любви расследовал череду загадочных убийств и тайных заговоров. Это в итоге привело их к общероссийскому суперсговору, целью которого было свержение действующей власти и начало новой холодной войны. И сказать, что это один из лучших сюжетов в истории пацанов, не сказать буквально ничего. Количество крови и откровенных сцен просто зашкаливало на каждой странице комиксов. Третий сезон начнут снимать уже в феврале 2021 года и в связи с этим шанс увидеть новые серии в следующем году крайне минимален. Однако не стоит расстраиваться раньше времени. К счастью для всех фанатов, Эрик Крипке не тот человек, что будет хранить молчание о своем проекте. Буквально каждый день режиссер заваливает нас подробностями, что очень радует. Так, благодаря ему стало известно о том, что третий сезон получит гораздо большее спонсирование от Amazon, чем было ранее. По словам Крипке, во время съемок второго сезона стало понятно, что даже увеличенного бюджета, что был предоставлен в прошлом году, крайне мало для производства такого проекта, как «Пацаны». Несмотря на обилие живых сцен, все-таки речь идет о супергероях и их способностях. А такие фокусы на экране стоят очень дорого. Поэтому, несомненно, в новых сериях мы увидим гораздо больше мощных и кровавых моментов с суперами. Также, помимо увеличенного бюджета, Крипке порадовал фанатов новыми подробностями о спин-оффе «Пацанов». Буквально пару недель назад сериал получил ответвление в виде полноценного сериала, который должен рассказать о колледже Воут, где учатся молодые суперы. Из интервью режиссера стали известны новые подробности. Это место, принадлежащее Воуту, в котором подростков, обладающих способностями, обучают тому, как быть настоящими супергероями. Они должны ходить на уроки актерского мастерства и уроки маркетинга. И потом все это приводит к драфту в стиле NBA в конце года. Поведал Крипке. И судя по общей массе поступающей информации, вполне вероятно, что съемки спин-оффа будут вестись параллельно с основным сериалом, и премьеры их сезонов мы сможем увидеть одновременно. Так что даже если следующий год мы проведем без новых серий «Пацанов», в 2022-м нас будут ожидать сразу два проекта по этой вселенной. Ну а нам с вами остается лишь ждать и верить, что последствия коронавируса будут постепенно затихать, а наши любимые кинофильмы и сериальные проекты вернутся в привычный режим съемок. В таком случае нас может ожидать чудо и третий сезон «Пацанов» мы смогли бы увидеть аккурат под Новый год в следующем году. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok